В этом ролике я покажу и расскажу, как и чем лучше всего облицевать дымоход. А ведь для кого-то это может быть мини-котельная, или возможно даже полноценная. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. Ну или как сделать ремонт своими руками. В общем, поделюсь полезными советами при работе с плиткой, а это раскладка, разметка, с чего лучше начинать, как затереть швы и так далее. Так что, приятного вам просмотра! Итак, ранее на канале я уже показывал, как я штукатурил этот замечательный кусочек стены. Он же дымоход. Действовал по принципу, как оштукатуривание стен в труднодоступных местах. Да, это было непросто, но на самом деле получилось быстро, четко и ровно. Так что, рекомендую посмотреть. А штукатурил цементно-песчаным раствором неспроста, так как задолго заранее совместно с заказчиком пришли к общему мнению, что нужно облицевать керамической плиткой. Так это самый лучший и практичный вариант. Легко моется и не нужно обдавлять каждый год. Я думаю, многих возникнет вопрос, почему дымоход в первую очередь? А как же фартук? Шпаклевка стен? Плитка на пол? Все просто. На тот момент ремонта холода были уже не за горами и не особо хотелось сливать воду с отопления в самый пик холодов. Да, были бы дополнительные краны перед котлом, было бы гораздо проще. Но, к сожалению, они тут не предусмотрены с самого начала и в последующем. В общем, нужно отделать и запустить отопление и забыть за это место до лучших времен, чтобы потом делать все остальные работы в комфортной температуре. Итак, приступим. Первым делом, конечно же, сливаю воду. А после нужно убрать все лишнее, как минимум котел. В общем, все что отодвигается, отодвигаем, все что откручивается, откручиваем. В моем случае котел привязан к системе отопления при помощи американок, хоть с этим нет никаких проблем. А в общем, решено окончательно. Сначала сделаю основной дымоход, потом откос, а потом уже займусь фартуком и остальными работами. Так как дымоход буду облицовывать керамической плиткой, то основание желательно закрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовать можно как распылителем, так и валиком. Но мне в данном случае удобнее маленьким валиком, так как газовые трубы, к сожалению, я убрать никак не могу. А валик взял именно маленький, а не большой, так как большой не поместится между трубами и стеной, а загрунтовать нужно везде. Ну а как вы уже догадались, с распылителем получилось бы загрунтовать не только дымоход, но и все в округе. А с валиком получается аккуратно, но чутка дольше. Но зато как тщательно, да и неплохая разминка перед такой большой работой. На первый взгляд, что тут того объема? Но нет, попотеть тут придется, и в этом вы скоро убедитесь. Основную часть я загрунтовал, но хоть откос я буду доделывать позже, так же загрунтую сразу. Позже для меня, а для вас это несколько минут, так как для меня это дни. Далее даем время тщательно просохнуть грунтовке. В это время можно заняться подготовкой плитки и уголков. Для облицовки заказчик выбрал недорогую керамическую плитку 40х250 мм. Это глянцевая и не однотонная плитка. В общем, немного сероватого оттенка и немного белого, в виде паутинки. В целом, думаю, должно получиться прикольно. Приклеивать плитку можно как горизонтально, так и вертикально. Но как по мне, вертикально будет лучше. А вы как считаете? Результат, естественно, в самом конце ролика. Единственное, на что необходимо обратить внимание, при покупке более одной или двух пачек, нужно смотреть на номер партии, тон, калибр, сорт, смену, чтобы плитка была одинаковая по оттенку. Ведь при разных сменах, даже однотонная плитка не всегда белая. Да, белых цветов тоже много. Так как укладку плитки начну снизу вверх, то краники, которые не открутил ранее, теперь все-таки мешают. Для тех, кто не помнит или не знает, напомню, для чего они тут. С одной стороны будет установлен бесшумный насос для повышения давления в системе водопровода. А с другой стороны подпитка для системы отопления. И тут же выше будет установлена газовая водогрейка. Далее, чтобы угадать зазором по низу, на подкладке в 5-6 мм, это с небольшим запасом, укладываю заранее купленную напольную плитку. Керамогранит. Естественно, укладываю без клея и выставляю по уровню. И именно от нее и начну укладку плитки по дымоходу. А после укладки керамогранита на пол, слой клея будет около 3 мм. И в конечном итоге останется зазор между стеновой и напольной плиткой в пару миллиметров. Поэтому в данном случае особой разницы нет, что укладывать в первую очередь. Далее закроется напольным плинтусом, без силиконового уголка. В общем, не как в санузлах. Теперь можно сделать более точные замеры, как по ширине, так и по высоте, для того, чтобы разложить плитку и нарезать по нужным размерам. Но и не только плитку, но и алюминиевый уголок, который будет являться как стартом от стены, так и завершающим по углу. За усовку под 45 мм делать тут нет никакого смысла. А с алюминиевым уголком будет гораздо дешевле и более практичнее в процессе эксплуатации. Ведь согласитесь, что просто примкнуть плитку к стене, тем более зная заранее, что нужно подрезать край слева и справа, чтобы отцентровать плитку. Но смотреться будет не совсем хорошо. А с уголком будет выглядеть как будто всего хватает. Есть начало и есть конец. В общем, как полный комплект. Ну и естественно, если посмотреть далее, то обои примкнуть будет гораздо легче, интереснее и без зазоров. Дымоход живет своей жизнью, а стены с обоями своей. Итак, сделав нужные замеры, отрезаю уголок по заданной длине при помощи простой пилки по металлу. Режется почти как по маслу, поэтому никаких торцовок не понадобится. Так как верх и низ уголка спрятятся в дальнейшем, то с краями я особо не заморачивался. А если у вас все-таки остаются видимые края, то напильником придется доработать. Разложив плитку, учитывая все нюансы и получилось так, что отход будет минимальным. На первые ряды плитка резется четко пополам. А под самым верхом остается 2 третьих плитки. Далее закроется также наполовину, так как опустится основной чистовой потолок. Располовинить плитку можно при помощи недорогого ручного предкореза. Но все же нужно постараться отрезать максимально ровно и по линии, чтобы потом пришлось меньше дорабатывать черепашкой. Нарезав нужное количество для первого ряда, и есть нюанс, может быть различие по рисунку, так как вторую половину я переворачиваю вверх ногами. Но после раскладки такого расхождения не наблюдалось, так как рисунок хаотичный и непонятно в каком направлении. А уж тем более, это все частично закроется и трубами, и котлом, и насосом. А чтобы четко было все по центру, от первой и последней плитки в ряду, слева и справа, нужно отрезать по бокам ориентировочно по 2 см. Но тут отрезаю с небольшим запасом. Остальное дорабатываю черепашкой, относительно линии. Чтобы что? Правильно, чтобы все было четко и без сколов, так как уголок перекрывает край всего лишь на пару миллиметров. В процессе укладки покажу конкретнее, насколько он перекрывает, и почему нужна такая высокоточная разметка. Далее раскладываю плитку без клея. Кстати, с СВП это сделать гораздо проще и удобнее. Но помимо СВП 1 мм, я дополняю еще и крестиками в 2 мм. Оставлю 1 мм для корректировки, так как плитка не идеальная по геометрии. И понятное дело, с первым отверстием я, конечно же, немного помучился. И пришлось сделать помимо отверстия 2 пропила вниз, чтобы обойти трубу отопления, которая мурованная в стену. Но уже далее пару целых плиток и 2 отверстия, но уже без пропила. Всю разметку делал без лазера, все при помощи угольника. Но предварительно наклеивал скотч, чтобы нормально рисовать по плитке, с точностью до 1 мм. А просверлить небольшие отверстия можно недорогими коронками с водяным охлаждением. Так коронки прослужат вам гораздо дольше. Ну и чего мелочиться, далее собрал еще и второй ряд. Также подрезал сбоку на первой плитке, ориентируясь по вертикальной лазерной линии. В принципе, ширина везде одинаковая, так как стены штукатурены по уровню. Но проверяю сам себя. Смотрите, где линия, а где черновой рез. Теперь покажу, как быстро довести до идеала при помощи черепашек. Нельзя в теме. В общем, оп и готово. Делается это быстро и четко. Край получается ровнее, чем заводской с точностью до 0,01 мм. А вот чтоб меньше было пыли, сделал вот такой вот пылеуловитель на минималках. Используя пустую канистру из-под грунтовки. Кстати, со своей задачей справляется отлично. Процентов так на 80. Немного расслабона. Также еще пару целых плиток и одна с двумя отверстиями. Это я сделал заранее, чтобы замешанный клей не стоял и не ждал, пока я обойду все проблемные места. А это не есть хорошо, так как жизнеспособность клея не целый день, а всего лишь несколько часов. А я люблю работать свежайшим клеем. Собрав пару рядов бескрайней подрезки, к ней я вернусь позже, разбираю и складываю в той же последовательности, как и буду приклеивать. Замешиваю немного плиточного клея и приступаю к поклейке плитки на стену. В данном случае удобнее клей под гребенку нанести на обратную сторону плитки, а на стену намазать на сдир. Да, я практически всегда наношу клей на сдир, либо на плитку, либо на стены или пол. Это мне внушает большего доверия, что точно ничего не отвалится. Не, ну понятно, что многие будут возражать по этому поводу. Первое, потому что это занимает чуть больше вашего времени. Второе, это незначительно увеличенный расход плиточного клея. И третье, это также ваши проблемы. Установив лазерные оси по строитель, приклеиваю первый и второй ряд, четко по линии. Так как начнешь первые ряды, так и закончишь. Поэтому приклеить нужно максимально четко, но также можно обойтись и простым пузырьковым уровнем. А с таким заполнением плиточного клея пустот, я думаю, точно не будет. И как вы можете заметить, под первым рядом нет ни одного клина. Логика тут простая. Полы я выстоял четко по уровню. И естественно, немного подточил плитку черепашками после ручного плиткореза. Но чтобы не заморачиваться и терять время на установку клиня. Потому что с клинями я еще успею наработаться выше, на втором, третьем, четвертых рядах. Так как плитка, ну не совсем ровная. Но важно одно. Первый ряд должен стоять жестко, чтобы не продавить первый ряд вниз, остальными рядами сверху. Приклеив первые два ряда, подготавливаю третий. Опять пререзка к стене, отверстия, ну и добавляется отверстие побольше. Но квадратное отверстие я выпиливал при помощи болгарки. Думаю, проблем с этим ни у кого не возникает. Если что, это вырезал отверстие для лючка выше. Это так, для образца. А вот как вырезать круглое выше, скоро покажу. И приклеиваю далее, первую, вторую, третью, четвертую плитку. Так как это самые сложные места. Хотя, куда тут не глянь, такие места на каждом шагу. Но вот третью плитку нужно приклеивать максимально аккуратно. И не отломать верхнюю тонкую полоску. Поэтому придавливать нужно равномерно. Лучше замедлиться на данном моменте, чем повторно вырезать квадратное отверстие и портить плитку. И потерять еще больше времени. Приклеив три ряда, подкорректировав по горизонтальному вертикальному лазерному лучу. Далее уже по факту размечаю большое круглое отверстие. Оно попало на две плитки. Оно и к лучшему. Размечаю первую половину. Подставляю следующую плитку. И ориентируюсь на предыдущую дорисовываю край. А потом делаю обводку с отступом от основной линии примерно на 5 мм. Так как у фланца есть ребра. И нужно разметить основу из на внешний диаметр. А не по внутреннему. И оставить небольшой ход для корректировки. А теперь чем вырезать такое отверстие? Понадобится коронка или просто так же диск по керамике? Конечно же такое отверстие можно легко вырезать при помощи маленькой болгарки и 125 диска. Не спеша, держа диск под наклоном, вырезаемся не заходя за линию. Да, есть конечно небольшие сколы по краям. Но можно конечно доработать такой край. Но какой в этом смысл? Ведь фланец перекрывает край с большим запасом. Тут конечно немного потерял свой перфекционизм. Но по-моему все разумно и экономно по времени. И допиливаю вторую половину. Сделав отверстие, подставляю еще раз и проверяю. И если все четко, разбираю и приклеиваю одну за другой. Кстати, плитку в углу я приклеиваю не встык к уголку, а с небольшим отступом от него. Это на всякий случай. Так как дымоход все такими местами будет нагреваться и нужно оставить компенсационный зазор. В общем, так я приклеиваю ряд за рядом, до самого верха. Но как вы можете заметить, угол я не трогаю. К нему вернусь после укладки плитки до самого верха. Для чего я так заморочился, расскажу далее. Кстати, почитав многие комментарии под роликами про укладку плитки, многие возражают. Молотый попробуй без СВП, очистя крестики и ничего большего. Отвечу прямо. СВП это не только ускоряет процесс укладки плитки, но и в большинстве случаев также помогает выровнять горбатую косую кривую винтовую плитку. Но в пределах разумного, конечно. И также, если вы заметили ранее, сколько я вставляю клинья вместо крестиков. Практически под каждой плиткой. Выставив клинья и подровняв край по лазерному лучу и зажав при помощи СВП, с большей вероятностью могу сказать, что плитка уже не сместится. Поэтому крестики крестиками, а с СВП гораздо легче и проще. Ну и естественно помогает избежать также многих ошибок, либо недочетов. И отлично выручает при разметке плитки. Особенно если это нужно сделать на пару-тройку ряду вверх. И естественно я не говорю о дешманских СВП, так как часть результата и скорость будут зависеть именно от их качества. А вот с некачественными СВПшками бывает такое, что отламывается в самый неподходящий момент, или не отламывается вовсе в самый подходящий момент. И вырезание остатков и швов это тот еще квест. И на это уходит гораздо больше времени. Поэтому если сильно экономишь на плитке, то не экономим на СВПшках. Это не считая того момента, когда нужно собрать мелкоформатную плитку до кучи и приклеить одним разом по 10-15 штук, а не по отдельности. Надеюсь я ответил на ваши возражения. Добравшись до самого верха, замеряю высоту от края плитки до чернового потолка и отрезаю с учетом зазора в 1 см от чернового потолка. Если бы это был керамогранит, то я бы промерил уровень чистового потолка и отрезал бы на этом уровне, а остаток выше заштукатурил плиточным клеем, чтобы с легкостью закрепить направляющий профиль. Но к счастью керамика сверлится легко, поэтому приклеиваю почти под самый верх. А на самом деле плиточникам очень благодарны потолочники за то, что они продумывают такие мелкие детали и экономят не только расходники для сверления керамогранита, но и время и силы естественно. А тут я буду делать все сам, в том числе и потолки. Основная часть приклеена, возвращаюсь к углу. Тут мне нужно подготовить практически сразу 7 плиток, а именно отрезать также от края около 2 см и вырезать несколько отверстий. Чтобы более-менее угадать с зазором, на откосе сбоку также прикладываю плитку с зазором 4 мм. Где-то 1-1,5 мм оставляю на запас. Если что, эту разницу компенсирую плиточным клеем. Это все же лучше, чем без запаса. И конечно же проверяю прямой угол, относительно плоскости стены. Все должно быть под прямым углом. Далее выставляю лазерный осипостроитель и совмещаю луч с самым краем плоскости плитки. Это нужно, чтобы промерить угол и расстояние до самого верха, чтобы потом не было сюрпризов. Да, я старался оштукатуривать все ровненько, но заметьте, я часто все перепроверяю. Так просто мне спокойнее. А тем более спокойно, если оштукатуривал кто-то, но не вы сами. В принципе, все ровно. Есть небольшие неровности, но они в пределах разумного и в около 1 мм. Они же компенсируются плиточным клеем. Был бы сантиметр, это уже печально. Ну и чтобы далее проще совмещать луч с плиткой, то я сделал метки как на полу, так и на стене. Так луч совмещать гораздо быстрее и проще, и постоянно в одно и то же место. Но помимо отметок по стене, лучше сделать еще и парочку меток по полу. Так просто можно быстрее совместить лазерную линию, и не разминать шею лишний раз. А вот на сколько будет заходить лапка уголка за плитку, и как будет держаться. Перед нарезкой, также подставил плитку и проверил. Если как всегда все отлично, то сразу на все плитки наклеиваю скотч. Также для удобства нарезки и дорабатывания края черепашкой. Так как нужен также прямой угол, чтобы его закрыл уголок. Для того, чтобы разметить практически все и сразу, выставляю плитки и фиксирую с ВП. Естественно, выставляю с учетом крестиков. А вот собственно, почему я не трогал крайние плитки до последнего. Потому что так гораздо проще и самое главное точнее, нежели приклеивать каждую по отдельности по ряду со всеми плитками. Ведь в таких местах лучше не ошибаться. Плитки на месте, теперь тонкой ручкой, а не карандашом, делают метки друг за другом по лазерной линии на каждой плитке. Это позволит мне сделать четкий ровный край с минимальными расхождениями по всей длине откоса. Можно в принципе и карандашом, но ручкой все же лучше. Так как при обработке края плитки, линия не исчезнет и не затрется. А самое главное, это тонкая линия ориентир. А потом с помощью уровня, можно длинного правила на основе отметок, рисую линию по всей длине. Вот такая четкая ровная линия получилась. Чтоб не ошибиться и не перепутать плитки, пронумерую каждую. И так сказать, на операционный стол в том же порядке для обработки. Все так же лишнее отрезаю при помощи ручного плиткореза. И оставляю недорезанный край в 1-2 мм. И до идеала дотачиваю все так же черепашкой. Еще раз подставил и разметил отверстие для подрозетников. И выстрелил коронкой. Хотя можно было и сразу разметить. Теперь после тщательной подготовки, проверять думаю не нужно. Сразу приклеиваю. Но уголок пока что не вставляю. Вставлю в самом конце, так как клей будет еще не застывший. Самое важное на данном этапе работ, это приклеить все плитки строго по лазерному лучу. Если такого нет, то можно справиться с помощью длинного правила. Так как уголок все-таки не резиновый и не получится спрятать мельчайшие неровности. Это я говорю все о тех же миллиметрах, а не о сантиметрах. Раз, два и вставляю уголок. Это позволяет уголку оставаться чистым и невредимым, чем установить на первых этапах укладки. А когда край плитки запилен строго по линии, то уголок садится четко и без зазоров. Плотничком, как будто здесь и был. А чтобы убедиться, что уголок все-таки сел на свое место без выпуклостей и впуглостей, дополнительно прижимаю уровнем. А затем еще раз проверяю лазерным оси построителем, чтобы потом не переделывать. В общем, такая вот красота, за исключением самой верхней подрезки за трубой, которую еще нужно постараться вырезать. Ох уж эти трубы. А клей, который выдавился из-под уголка, нужно не убрать, а тщательно вдавить обратно, чтобы лапки были в клею, а не в пустоте. Но если в таких местах оставить пустоту и убрать излишки клея, то уголок с большей вероятностью отвалится со временем и все будут очень довольны. И доделываю крайнюю подрезку. Если вдруг вы увидели косяк, то просто сделайте вид, что вы ничего не видели. Но на всякий случай покажу. Целая плитка из-за газовой трубы, но никак не хотела пролазить до места назначения. Пришлось отрезать кусочек и все пролезло без проблем. Хотя скорее можно было сделать косвый рез, за газовой трубой. Но для заказчика, как оказалось, это не критично, пока я не показал это место. Так что все нормально, как говорится, затрется-замажется. Хотел сказать идеально, но не вариант. Но в целом, по-моему, получилось неплохо. Через пару дней возвращаюсь на объект и приступаю к следующему этапу. Доделывать откос, спросите вы. Нет, убираю крестики и СВП, чтобы затереть швы. Каждый день на счету и холода все ближе и ближе. А убрать клиния удобнее всего резиновым молотком. Труднодоступных местах выручает деревянная ручка молотка. Использованный зажим можно в мусорку. Или в будущем использовать вместо миллиметрового крестика. А клиния в коробку до следующего применения. Они многоразовые. Так как швы будут затираться белой затиркой, то нужно убрать излишки клея, который местами выдавился сквозь швы. Таких мест немного, но они есть. А аккуратно убрать можно при помощи малярного ножа. Главное не сколоть глазурь. Далее мокрой тряпкой тщательно вымываю швы. Так как швы должны быть максимально чистыми и без малейшего остатка клея по краю. Потому что малейшая песчинка на белой затирке сразу же будет заметна невооруженным взглядом. Ну и также можно перестраховаться и дополнительно пропылесосить швы. Но это уже по желанию. А белая затирка, потому что фаска у плитки белая. Поэтому другой цвет тут не к месту. Теперь можно приготовить затирочную смесь. После первого замешивания нужно сделать паузу перед повторным перемешиванием. А в это время на стену на уровне швов на всякий случай приклею кусочек малярного скотча. Чтоб не заляпать и не вымазать стену. Повторно перемешиваю и приступаю к заполнению швов. Удобнее всего затирать швы при помощи резинового шпателя. Их много разновидностей, но мне пока что удобно своим древним и переделанным под себя. Чтобы затирка не высыпалась со временем, то швы нужно заполнять по максимуму. Ну а чтобы получить идеальные швы, то заполнить швы по максимуму это только полпути к успеху. Скоро раскрою свой старый секрет буквально через несколько секунд. Который кстати пользуется огромным спросом. Прошло немного времени и также старым способом при помощи ТВ кабеля уплотняю и формирую швы. Так швов получается плотный, равномерный и сформированный. Останется убрать только излишки по краям плитки. А ролик на секундочку, где я затирал швы в санузле, набрал на сегодняшний момент записи 323 тысячи просмотров. И много хороших комментариев. Поэтому спасибо вам за теплые комментарии, за ваши лайки и за вашу поддержку. И ведь данный способ действительно рабочий. Он гораздо облегчает замывку и формирование швов при помощи губки. Так как швы получаются более-менее равномерные, уплотненные и без мелких пустот. Ну и естественно, со временем таким швам высыпаться гораздо сложнее, чем простым замытые губки. Поэтому на заметку, если у вас остаются лишние кусочки ТВ кабеля, то естественно не выкидываем, а нарезаем по 15-20 сантиметров и до лучших времен. И до следующей укладки плитки, как расходник. После уплотнения, влажной губкой убираю излишки. А убираются не настолько легко, что не приходится уже особо и заморачиваться. Просто почти сразу вымываю плитку до блеска. И как вы можете заметить, шов получается идеальный. Слово идеальный может резать слух. Но факт есть, и вы можете подтвердить его в комментариях. Все получилось чистенько и аккуратно, за исключением двух мест. О них вы уже знаете, ну или уже не замечаете, так же как и я. Теперь остался откос. Странно, но тут тоже плитка делится пополам. И опять без остатка. Совпадение? Наверное. Заводским краем к уголку, а резаным к стене. Резанный край далее перекроется плиткой фартука. Но задумка была одна, а получилось как получилось. Скоро обо всем расскажу в следующих роликах. Но на данный момент такое ощущение, что я скоро, наверное, начну еще и заниматься изготовлением мебели. Зная, что тут происходило на этом этапе. Замеры, согласования и так далее. И вот плитку я уже подготовил, но для начала установил фланцы и лючки, чтобы установить и запустить котел. А приклеил все это дело на тот же плиточный клей. И скажу так, держится зачетно. По сей день. Главное тщательно также заполнить пустоты. Тут готово, возвращаюсь к откосу. Выставил лазер по линиям, которые отмечал по стене и по полу ранее. Также наношу клей на плитку под гребенку. А на стену на сдир. Но не прям на сдир, а с небольшим запасом. 1-2 мм. Это то, что я взял в расчет для запаса. И приклеиваю, ориентируясь не только по готовому углу, но и по лазерной линии. Подобравшись опять к вырезам вокруг труб, и чтобы не испортить плитку, то лучше сначала сделать вырез на куске картона. Примерить и перенести на плитку. И вырезать. Не благодарите за совет. Я испортил два куска картона, но не плитки. А получилось ровно и аккуратно по итогу. Короче, откос готов. А остатками клея приморозил подрозетники. Ох, как я люблю, когда идет все в дело, а не в мусорный мешок. Ну а потом убрал СВП, защитил цементную штукатурку малярным скотчем или затирку от цементной штукатурки. Затер остатки швов. Также все уплотнил, замыл и все готово. Ну а теперь хотелось бы услышать ваше мнение. Что лучше в данном случае, заусовка под 45 или алюминиевый уголок. По всем параметрам. Ну и в завершение, можно убрать защитную бумагу с труб и установить в первую очередь котел. Для согревания души и работать дальше в комфортной температуре. Ведь холода уже не страшны. Как вспомнил, что тут было до этого, больно смотреть. А теперь минимализм, чистота, это то, что любит большинство. В том числе и я. Ну а дальше дело за малым. Все помыть, прикрутить и установить на свои места. Так что друзья, если ролик действительно был полезный и интересный, то только так могу порекомендовать поставить лайк, написать душевный комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Ведь дальше много интересного и полезного для вас. Скоро увидимся.